9 февраля исполнилось 100 лет со дня образования гражданского воздушного флота нашей страны. Сегодня это одна из важнейших составляющих единой транспортной системы России. Тверская область к празднику гражданских авиаторов тоже имеет прямое отношение. Первый Тверской авиационный парк возник в августе 1917 года. К 1942 году около Калинина располагалось уже 4 оперативных аэродрома. Змеёво, Васильевское, Каблуково и Лисицы. На протяжении десятилетий авиасообщение соединяло отдалённые населённые пункты области с региональным центром. Была отдельная эскадрилья Мечковская, это московское предприятие. Здесь было порядка 30 самолётов Ан-2, лётный состав, технический персонал. В общем-то, самостоятельное предприятие было. И летали во все концы эти самолёты. И санзадания были, и многие другие работы, авиационно-химические работы были. Сегодня единственный сертифицированный вертодром гражданской авиации Верхней Волжи располагается в Калининском районе, в Змеёве. Он является базовым для федеральной вертолётной авиакомпании «Конверсавиа». Вертодром находится в её собственности. Это позволяет активно развивать инфраструктуру, размещение лётной инженерной службы, ремонтной базы, складов, лабораторий, учебного центра, управленческого состава, а также гостиницы для пилотов. «Конверсавиа» сделала акцент в своём развитии на отечественной вертолётной технике. То есть у нас в парке новейшие модификации вертолёта Ми-8, ну и некоторое количество вертолётов Ми-2. Поэтому мы в настоящий момент полностью независимы от зарубежных вертолётов. Это наше сегодняшнее большое преимущество. Мы продолжаем работать в интересах крупнейших российских нефтегазодобывающих компаний. Даже в свой профессиональный праздник продолжают активно трудиться пилоты, бортпроводники, авиадиспетчеры, инженеры, технические работники и другие специалисты Гражданского воздушного флота. Все те, благодаря кому в воздух ежедневно поднимаются тысячи самолётов и вертолётов по всей нашей стране, для которой наличие гражданской авиации жизненно необходимо.